чтобы нам жить и двигаться дальше. Аминь. И так же, мне сегодня сказано про слова, которые исходят от нас. И знаете, мы созданы по образу и по Богу Господа. Мы тоже имеем возможность как благословлять, так и чтобы из нашего ускоряется что-то неправильное выходило. Так что давайте будем следить за нашими устами, что из нас исходит. Знаете, так от себя скажу, что человек, который ничего не скажет, но иногда зайдет и заумевает, может даже не имеет какой-то мудрости особой, может показаться таковым. Поэтому, если у тебя сегодня нету слов, неправильных слов нету, может стоит помолчать и помолиться Господу, чтобы Господь дал тебе правильный сломат в твои уставы, чтобы из твоих уст только выходила сладкая вода, а не горькая вода. И так же, как говорил наш гость, наш брат Сергей, что мы должны принимать вот эту Божью любовь, что основание наше – это Иисус Христос. И чтобы, знаете, мы сохраняли себя в любви Божьей. Это очень важно, потому что это есть основополагающее. И как раз, если мы будем принимать эту Божью любовь, если мы будем сохранять себя в этой любви, дорогие, то не все остальное, оно будет исходить в дальнейшем, в правильном положении перед Господом. Наши слова, наши действия, наша жизнь. Аминь. И в заключении, давайте побоимся по нашему обыкновению за нужды какие-то, если у кого-то есть животрепивающие нужды, за родных, за близких. Может, кто-то сейчас болен или переживает внутри какую-то тяжесть.